Прямо сейчас, к прямому эфиру телеканала Freedom присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, как всегда, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Доброго дня. Александр, давайте поговорим о той самой железной дороге, которую строят россияне. Только что у нас в прямом эфире был соответствующий сюжет. Очень важно ваше мнение относительно того, насколько это важно для врага, вот это железнодорожное сообщение, и насколько это может быть опасная тенденция, опасный момент для Украины. И насколько это усилит логистику оккупантов? Вся логистика российских оккупационных войск, она в первую очередь зависит от железнодорожной составляющей. Поэтому преимущественная часть всех тех перевозок и того материально-технического обеспечения, которое осуществляется, оно осуществляется именно по железной дороге. Следовательно, то, что мы сейчас можем наблюдать попытки российских оккупационных войск прокладывать по материковой части юга Украины железные дороги, прокладывать новые направления, восстанавливать те, которые уже были, это все указывает, в первую очередь, на то, что они не уверены в Керченском мосту. Керченский мост для них сейчас является основной артерией, которая обеспечивает как минимум три группы войск. Группу войск обороны Крыма, группу войск Днепра и группу войск Восток. Это только по личному составу, то есть по живой силе, это приблизительно 200 тысяч человек, около 200 тысяч. Не говоря уже о количестве техники, не говоря уже о количестве механизированной компоненты и так далее. Поэтому, так или иначе, но создавать альтернативные такие пути очень важно, особенно с учетом того, что российское командование по мере возникновения все большего проблематики отсутствия пропорциональной штатной комплектации подразделений механизированной компонентой, они будут наращивать присутствие пехотной компоненты. Следовательно, это все обеспечение будет требовать больших объемов поставок. И Керченский мост, который сам по себе является таким объектом, который, ну, то, что это незаконная постройка, это одно, а то, что оно имеет полное право на уничтожение, это другое. И когда это произойдет, для даже российского командования является неожиданностью и полной неопределенностью. То есть, каким-либо образом им нужно будет Керченский мост заменять. Замена Керченского моста при этом должна полностью соответствовать тем объемам поставок, которые должны осуществляться с учетом наращивания личного состава человеческого ресурса всех вместе взятых групп войск. Это дилемма. Это дилемма, перед которой они сейчас сталкиваются. То есть, если не работает Керченский мост, должно работать что-то другое. Что-то другое находится в зоне поражения. Зона поражения теми средствами, которые у нас уже на сегодняшний день есть, она выходит за пределы материковой части временно оккупированных территорий Украины. Поэтому российские оккупанты в этом вопросе, ну, несколько впадовой ситуации. Если мы говорим о ночных атаках, о которых заявляет Российская Федерация по Крыму ракетами-атакам, можно ли предположить, что те самые ракеты прекратят существование той железной дороги, о которой мы вот говорим сейчас с вами? Вполне возможно, в зависимости от модификации именно самой ракеты и того объекта, по которому будет наноситься удар. Дело в том, что железная дорога, она имеет такой функционал, как если мы говорим о сухопутной части, да, не какой-то над морем, мост, как Керченский, как вариант, а именно когда она прокладывается по сухопутной части, то она, в принципе, имеет возможность быстрого восстановления. Это касается любых железных дорог, и именно поэтому еще в 2022 году, когда начались удары по железнодорожной инфраструктуре Украины российскими оккупантами, они очень быстро от этого отказались, поскольку смысла нет. Затрачивается большой ресурс, но при этом происходит процесс быстрого восстановления. Но есть определенные локации, есть определенные места. Если мы говорим о временно оккупированных территориях, там, где сейчас прокладываются эти железные дороги, нанесение ударов по которым может быть критическими, и выводить из функционабельного состояния данную логистику на довольно-таки продолжительное время. Поэтому, да, вполне возможно, что именно так и будет систематически наноситься удар, чтобы нивелировать данные поставки и данное обеспечение российских оккупационных войск. Это, знаете, Александр, мы очень много и с вами, конечно же, в том числе говорим о тех самых Атакамсах, это, естественно, уже святала притча во языцах, про Таурусы с вами говорили тоже неоднократно, потому что как мы верим, что они все-таки появятся у вооруженных сил Украины, но пока... Но вот появилась информация о военной технике, которая, ну, мне кажется, мало освещалась пока что в СМИ, в прессе. Издание «Политика» пишет о том, что Украина все больше заинтересована в получении разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper от Соединенных Штатов, и это сейчас, вот, данный беспилотник, это один из главных приоритетов желаний и необходимости для вооруженных сил Украины. Что вы можете сказать об этом беспилотнике, и как вы думаете, соответствует ли данная информация о действительности? Я не могу знать, соответствует ли данная информация о действительности. Я без понятия, какие на сегодняшний день Украина делает запросы на официальном уровне, дипломатическом уровне и так далее. А чем может быть полезен данный беспилотник? Это очень хороший разведывательный беспилотник. Это хорошая разведывательная беспилотная система, но ее применение в нынешних условиях должно быть на максимально безопасном расстоянии. В максимально безопасном расстоянии, поскольку средства противовоздушной обороны, которые есть у российских оккупационных войск, могут его сбивать при содействии, например, самолетов ДРЛО А-50, которые значительно увеличивают дальность поражения целей тех же самых комплексов С-400, Triumph, как вариант. Поэтому этот беспилотник, либо он будет использоваться для проведения разведки по линии боестолкновения с максимальной дальности, безопасной. Если же его выводить на саму линию боестолкновения, то он будет легкой целью практически для всех средств поражения, не только большого радиуса действия, но даже и среднего, и авиационных комплексов тех же самых Су-135 с ракетами воздух-воздух. То есть этот NQ-9 Reaper нам нужен для того, чтобы мы собирали больше данных о тех объектах, которые являются нашей законной целью, правильно? Законная целью где? Законная цель – это касается Российской Федерации. То, что касается временно оккупированных территорий, это априори. Априори – те цели, которые, по сути, не то чтобы, даже не стоит каких-либо дискуссий вести, что они законные, они такими и являются. Да, после заведения камерного… МQ-9 Reaper, если будет использоваться по территории Российской Федерации, то, опять-таки, исключительно в приграничной зоне, поскольку ему необходим буфер безопасности. Если не будет буфера безопасности, он очень быстро будет сбит. Это не F-35, это не истребитель-невидимка, это беспилотник, который сбивается, эшелонированное ПВО, особенно которое имеет поддержку соответствующих комплексов дальней радиолокационной разведки. Поэтому можно сделать большой такой глобальный пиар о том, что мы получили МQ-9 Reaper, но при этом в нашем воздушном пространстве россияне имеют полное право их сбивать всеми средствами поражения, поскольку это воздушное пространство той страны, на которую они напали. В воздушном пространстве, например, Литвы, Латвии, Эстонии или Польши, когда они проводят соответствующие разведывательные действия, они сбивать их не могут. Сбивать над территорией Румынии или Болгарией тоже не имеют права. Аналогично нейтральные воды над Черным морем, они могут только проводить провокации, например, выслать туда истребитель, совершить довольно-таки опасный маневр, сброс топлива и таким образом, гибридным образом сбить. Но не с применением ракеты воздух-воздух, Р-73, например, как вариант. А если это будет в воздушном пространстве Украины, то он будет сбиваться на ура, если будет находиться в зоне поражения средствами, поражения со стороны российских оккупационных войск. Поэтому все зависит исключительно от того, как его будут применять. Александр, F-16. Любопытная информация с Франции. Французский депутат рассказал о том, какие бомбы адаптируют к самолетам F-16, которые должны предоставить нашему государству. По заверениям французского чиновника речь идет про авиационные бомбы АСМ «Хаммер». Скажите, пожалуйста, вообще, насколько важно, сам факт получения F-16, понятное дело, насколько важно, чем именно будут вооружены данные истребители? И что можете сказать про те бомбы, которые только что я озвучил? Бомбы «Хаммер» мы уже используем. В чем новость? Хороший вопрос. По крайней мере, заявление от французского чиновника. Особенно для французского депутата. Решил сделать немного пиара. Это просто пиар. Они уже используются. Да, мы уже используем бомбы «Хаммер». Они адаптированы к нашим истребителям Су-29, а также фронтовым бомбардировщикам Су-24. Используем достаточно давно, но получаем их очень мало. В течение месяца мы получаем около полусотни таких средств поражения. Хотя это достаточно высокоточные и эффективные бомбы. Они есть в нескольких модификации. В зависимости от модификации, не имея дальность поражения от 30 до 70 километров и даже более 70 километров, все зависит, опять-таки, от наличия соответствующего реактивного ускорителя. То есть это не просто бомба, это бомба, которая имеет реактивный двигатель. Что до F-16, то тут очень важна действительно номенклатура, которую они будут получать. F-16 это истребители, для которых десятилетиями создавалась самая разнообразная номенклатура ракетного вооружения, класса воздух-воздух, воздух-поверхность и даже воздух-поверхность надводная. Это, например, ракеты АИМ-119, которые имеют дальность поражения 50-55 километров и при этом являются противокорабельными. Это очень интересный вариант при применении в прибрежной зоне и даже за пределами прибрежной зоны при соответствующих угрозах. Но нас больше всего сейчас интересуют все-таки ракеты класса воздух-воздух. Это как АИМ-9, так и АИМ-120 АМРАМ. Особенно АИМ-120 АМРАМ, поскольку они, опять-таки, в зависимости от модификации, имеют дальность поражения цели 70, более 100, 120 километров. И они идеальны против фронтовых бомбардировщиков, таких как Су-34, которые используют корректируемые авиационные бомбы, КАБы. И для нас очень интересно получение такого средства поражения, как крылатая ракета ИГМ-158 «Джасм», которая, с одной стороны, по функционалу является аналогом Storm Shadow Sky RPG, с другой стороны, она имеет более широкие модификации и, соответственно, применение. Как по живой силе, так и по укрепленным объектам. Все зависит от того, какую модификацию, с какой боевой частью мы будем получать. Относительно же этих бомб «Хаммер», то они интегрируются при соответствующей доработке, практически не особо какой-то глубокой доработке, практически во все авиационные комплексы, легкие истребители, тяжелые авиационные комплексы, те же самые F-15, например, как вариант. Поэтому в этом нет никакой абсолютно проблемы. Но то, что «Хаммеры» мы используем уже более месяца, ну, это верифицированный, давно известный факт. Александр, тут дело еще в том, что оккупанты стараются давить и морально. И для них нагнетать атмосферу, загонять украинцев в состояние депрессии – это один из инструментов, которыми они пользуются. Говоря о мае месяце, очень много информации о том, что будет наступление, что идет переброска войск. В частности, вот сейчас читаем о том, что оккупанты, вероятно, прибегнут к переброске своих воздушно-десантных дивизий из Запорожской области на восток. Насколько вы оцениваете реальным такой сценарий, и сколько здесь действий, и сколько здесь больше пропаганды, и вот этого ИПСО, которое может давить морально на людей, на украинцев? Нет, они действительно будут совершать эту переброску. Ну а что тут может давить? Они занимаются передислокацией своих подразделений, которые находятся в зоне боевых действий. То есть это не созданная какая-то новая дивизия на 100 500 человек. Это то, что у них есть в зоне боевых действий, и они пытаются это как-то тусовать, потому что им не хватает резервов, им не хватает ресурса. Они будут продолжать наступательные действия на востоке, это в первую очередь Донецкая область, это район Часово-Яра, это район, это Авдеевский плацдарм, направление будет еще выбрано. Это либо северо-западное направление, Покровское направление по трассе 05-11, либо же это северное направление по Н-20, то есть это Торецкий плацдарм. И для этого им нужен ресурс. Им не хватает людского ресурса. Точно так же, когда они формировали в 2023 году, в октябре, стали формировать ударную группировку для наступления на Авдеевку. Что они сделали? Они из группы войск-центр, зона ответственности, которая Лиманское направление, Луганская область, основная база криминаев, они забрали из состава 2-й общевойсковой армии, 41-й общевойсковой армии, основные наиболее боеспособные бригады, например, 15-ю, 21-ю, 30-ю бригаду 2-й общевойсковой армии, а также, например, ту же самую 44-ю из состава, 55-ю, прошу прощения, из состава 41-й общевойсковой армии, подразделение 90-й танковой дивизии. И все это перебросили под Авдеевку. Им не хватало ресурса, им не хватало именно количественного превосходства для того, чтобы завершить авдеевскую наступательную кампанию, которая была продолжительностью даже более чем 5 месяцев. Поэтому для того, чтобы продолжать наступление, они пытаются изымать те ресурсы, которые находятся в зоне боевых действий. Это не те ресурсы, которые бы они брали из самой Российской Федерации. То есть это не означает, что там будет дивизия какая-то, переброшенная из России. Нет. Это внутренний потенциал, который говорит об ограниченности у них возможностей. Александр, благодарим вас за это включение. Рады были вас видеть. Александр Коваленко, воинополитический обозреватель группы «Информационное сопротивление», присоединялся к прямому эфиру телеканала «Фридом». Спасибо большое. Оперативные новости. Эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.